Ты вообще представляешь, где мы находимся? То есть вот тут находимся мы, в этом городе Газентеп, а вот здесь уже Сирия, вот Алепа, то есть самая настоящая Сирия. Вау, шок. Прям на границе. Газентеп — это один из самых древнейших городов во всем мире, который был беспрерывно заселен людьми. Его возраст составляет более 5000 лет. Исторически сложилось, что Газентеп всегда был космополитичным городом. В свое время здесь жили турки, армяне, арабы и курды, а сам город успел побывать в руках у Византии и Османской империи. Все потому, что Газентеп был важным пунктом Великого Шелкового Пути, который тянулся с Китая до Средиземноморья. В наши дни Газентеп — это шестой по величине город Турции и один из крупнейших центров легкой промышленности. Город находится на самом востоке страны, и географически это Северная Месопотамия. Кстати, с дрона даже виднеется Сирия. Мы с Адели приехали в этот город не просто так. Вся фишка Газентепа в том, что это гастрономическая столица Турции. Говорят, если мир был бы одной квартирой, то Газентеп был бы его кухней. Остановились мы, как обычно, по каучсерфингу у местного бизнесмена Эрджана, который нас встретил прямо на вокзале и повез завтракать. Короче, первым делом наш хост нас привел куда-то что-то покушать, именно что-то местное с этого региона. Ну, просто мертвые. После 20-часовой поездки уставшие, грязные, голодные. Вау, это нереально вкусно. Особенно мясо. Просто такое сочное, свежее. Короче, мы поели, и наш хост оплатил нам еду. Это так всегда неловко. Но, с другой стороны, приятно, что люди такие гостеприимные. Да, вообще, непонятно, потому что они все такие добрые. И вот сейчас он вышел купить нам что-то сладенькое. То есть, вышел себе, будет покупать нам еду. И вроде бы мы не дети, сами можем охотить. Ну, вот так вот, да. Такое турецкое гостеприимство. Мы до сих пор не можем к этому привыкнуть. И это везде. Это так в ресторанах всегда приносит больше, чем ты заказываешь. Люди такие гостеприимные всегда хотят помочь. Это прям вообще сложно к такому привыкнуть, на самом деле. Да. Ну, приходится. Мы заселились, нам выделили целую отдельную квартиру по каучсерфингу. Вау. И наш хост, получается, он живет в соседнем доме. А это его такое, как я понимаю, холостяцкое логово. То есть, когда ему там слишком с семьей, с детьми, с сестрами, слишком надоедает, он сюда приходит и тут чилит. Вот. И мы тут будем жить в ближайшие непонятно сколько дней. Изначально планировалось два дня. Но в итоге он сказал, можете оставаться насколько угодно, как обычно. Поэтому планы будем подстраивать. Рубрика Room Tour. Сейчас мы находимся в гостиной, которая плавно перетекает в кухонную зону и в коридор. Здесь есть большой холодильник, который не работает. Телевизор, который работает на турецком. Диван номер один. Диван номер два. Стой. Ванная комната. С моим любимым душем без перегородки. Я не жаловалась. И две комнаты. Одна комната, вот она, с односпальной кроватью. А во второй комнате то же самое, только еще есть балкон. С балкона открывается не самый лучший вид на город. Но мы не жалуемся. Пока я говорил, что-то хрустнуло под ногой. Я такой смотрю, это маленький таракашка. До сих пор в голове они укладываются. То есть, хост нас встретил. Мы еще опоздали, у нас подождал минут 20. Показал нам город. Мы покатались по центральным улицам, по всем достопримечательностям. Потом накормил, оплатил всю эту еду. И еще купил сладости. И заселил в отдельную квартиру. Где мы будем жить, сколько мы захотим. Ну, что это вообще такое? Мы только что приснулись. После того, как хост привез нас в квартиру, мы как-то сразу отрубились. Потому что ночь в автобусе, это ночь в автобусе. Вот. И сейчас, чтобы успеть немножко посмотреть город, мы взяли такси. Мы сейчас пришли в одну очень особенную кофейню. Это самая старая кофейня в мире. Она была основана еще в 1635 году. И ей получается 386 лет. Я никогда не был в таком старом вообще месте, где подают кофе. Возможно, в мире есть какие-то еще другие кофейни, которые могут посоревноваться за статус самой старой кофейни в мире. Но это точно одна из самых старых. И здесь прям чувствуется, что этому месту, ну, точно сотни лет. Мы заказали кофе. И это, опять же таки, непростой турецкий кофе. Это фисташковый кофе, который очень популярен именно в этом городе. Его делают на основе фисташек. И, по сути, это и не кофе, потому что в нем нет кофейна. Но способ приготовления похожий. И говорят, это очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Спасибо большое. Спасибо большое. Вот принесли, получается, кофе в таких кружечках. Боже, если на их. Только вообще никогда не видел. Вау. Окей, мы тут остаемся. Такой ореховый вкус, и оно сладкое. Наверное, оно послащённое, но это больше напоминает какое-то какао. Ого, господи. Это очень необычно. Это очень орехово, это очень фисташково. И не похоже на кофе совсем. Это просто очень сладкий ореховый напиток. Просто зацените, в каких стаканчиках они подают в воду. Я не знаю, это как пробирка с уроков химии. Ну, кофе реально очень крутой. Вот мне сейчас уже кажется, что он даже без сахара. Ну, эти фисташки дают какую-то натуральную такую сладинку. Офигеть. Я прям в шоке. Вау. Это, скажу, это было реально что-то вообще. Да, очень классное место. Очень колоритное, вкусное. Ещё я очень рад, что там была такая опция с этим фисташковым кофе, потому что я уже как месяц не пью кофе, и что-то не хотелось прерывать этот челлендж. Так, что есть три вещи, которые ты любишь об этом? Да, три вещи. Первый, что это прекрасно. Это не очень холодно в северном и не очень холодно в северном. Вес, трудные возможности, работа, бизнеса. И, конечно, вкусные птицы. Да, да. Так, мы гуляем по старому центру. Это, получается, район, где всякие базары, где продают разные-разные товары, специи, приправы, еду. И мы, честно говоря, просто overwhelmed от всей этой движухи. То есть здесь стойко всего, и не зря этот город называют гастрономической столицей Турции. Бир Адет, одна штука. Мы приехали в Газантип, и здесь на рынках действительно много какой-то новой еды, и мы даже не понимаем, что это. И я захотела попробовать вот такой конвертик, потому что он находится в отделе сухофруктов, и мне кажется, это не должно быть плохо. Сейчас попробуем. Мне кажется, это пастила, и внутри у нее вот такая писташковая начинка. Прикольно. Вкусно. Вкусно. Писташка, да, да, да. Я правильно угадала. Вообще такое ощущение, что мы это уже где-то видели, и это все было в Стамбуле. Но есть одно отличие. В Стамбуле все было чуть-чуть вот такое все немножко туристическое, а здесь как будто бы вот это все прям аутентично, и здесь покупают только местные. То есть это не для туристов. И от этого, как бы, такая атмосфера, она остается такая восточная, настоящая. Потому что в Стамбуле все равно было немножко сделано все для туристов. То есть вот это баклажаны, кабачки, перцы, и все это, получается, сушеные овощи. А это кожаная обувь. Это, видимо, какая-то традиционная местная национальная обувь, сделанная из кожи. Наш хост сказал, что ее носит летом, и это очень полезно для ножек. Не, ну мы в восторге вообще. Да, Дэля? Ага, в тотальном восторге. Я, наверное, маме здесь возьму что-то, потому что она обожает такие маленькие штучки ставить на стол. Да, мама, да. Блин, ну вот этому магазинчику сзади меня, ну точно 200 лет вообще. То есть прям, прям настоящий колорит. Без пакета тут нельзя. Так, мы сейчас будем пробовать. Ммм, это рахат лукум получается такой, фисташковый. Вкусно, но, честно скажу, не моя тема. Не очень такое люблю, так что даю адрес. Да, давайте мне. Это моя тема, да. Что, что я люблю. Рахат лукум с фисташкой, покрытой фисташковой крошкой. Ну, с фисташками тут прям вообще тема, потому что именно в этом регионе выращивают фисташки для всей Турции. И здесь они очень дешевые, вкусные, ну и, конечно же, натуральные, свежие. Здесь все очень приятливые, все здороваются, даже если ты не заходишь в их лавочку. У меня такое ощущение, что все хотят тебе что-то продать. Наоборот, цены очень низкие, все хотят тебя угостить. В общем, очень приятное место. Субтитры создавал DimaTorzok Органика Алисаллова Прямо все остальные, государство? Почему люди не пришли? По-другому, что вы пришли сюда что-то едете. Для этого едете. В Турции даже в Стамбулы на их лице, они едут. Они здесь приезжают, где-то едут. Бейран. Вау, то есть суп готовят прям при тебе Сюда насыпают мясо, жир, как я понимаю Меня посидят прям сюда за прилавок Я вижу, как тут все это готовится И это вообще-то не то, что по-домашнему Это именно профессиональный такой подход Все тут варится, жарится, круто Очень вкусный суп Получается здесь баранье мясо, рис, специи и больше ничего И получается, не знаю, очень вкусно То есть ничего необычного? Ну, специи, наверное, обычные И мясо баранье, оно, собственно, немножко другое Нет какой-то экстремальной экзотики А еще сказали, нужно выдавить лимончик сюда тоже А вот это именно те перчики, которые висят везде, такие сушеные? Их сушат, а потом что-то с ними делают, чтобы они были такой консистенции Пробую баклажан Там есть начинка То есть это фаршированные баклажаны и перцы Очень вкусно Они такие холодненькие То есть их подают не теплыми Очень мягкие, очень-очень вкусные С рисем получается И мне кажется, это томаты внутри Рисы и специи Баранье, баранье Там сразу баранье чувствуется Не, в общем, прекрасно Мы так наелись, напились чаю Очень-очень вкусно покушали Вообще, место просто огонь Вот прям досиделись до того, как они закрываются Вот посмотрите просто на эти ворота Что это вообще такое? В общем, нам здесь пока очень все нравится И мы не знаем, поедем ли мы дальше Или все-таки останемся в Газантифе Дальше продолжать следовать этот город В общем, мы решили остаться в Казинтепе еще на несколько дней И следующим утром наш хост позвал нас на завтрак с его другом Что может быть прекраснее на завтрак, чем суп с бараньими мозгами? Наш хост привел нас в такое место, где утром подают здесь супы Именно вот такие мясные-мясные супы И я взял, наверное, самый неподходящий для завтрака суп Такой суп называется пача И это традиционный суп Газантепа, которым здесь предпочитают завтракать Самое интересное, это процесс его готовки В жасиную тарелку наливают масло со специями Затем накладывают потроха, мозги и прочие вкусняшки После чего тарелки ставят на такую газовую плиту Подливают бульон и варят около минуты Обратите внимание, на каком сильном огне варится суп Всего пару минут и завтрак готов Почти что наша овсяночка легкого приготовления И это все просто потроха разные И в основном это получается все мозги Так, ну попробуем Баранина По вкусу самая обычная такая жирная баранина Вот, мне ощущается какой-то особый привкус мозгов Может я не ту часть попробовал Так, вот это вот что-то странное Что-то очень непонятное А вот это очень похоже на язык говяжий Ну, интересно, интересно Мне в принципе нравится Наверное, не лучшая еда для завтрака Но так в целом, как обычный такой суп Такая местная поклепка пойдет Что самое интересное для местных Это традиционная еда на завтрак То есть это не какая-то тема Которую они там пытаются продвинуть туристам Нет, мы сегодня просто поехали завтракать И он с другом договорился даже заранее сюда прийти То есть они завтракают такими супами Ну, для нас это что-то вообще невероятное Потому что мы там привыкли завтракать чем-то легким А здесь прям такие супы жирные Которого, ну, хватит, наверное, на целый день Ты любишь? Да, мне нравится Ты ешь в каждой части В каждой части Особенно в голове Потому что голове Это витамин Это коллажен Например, большие девушки Они ешь в коллажен Для того, чтобы им помогать Не становиться холодным Для лица Да, для лица Если ты ешь это каждый вечер То есть ты будет немного голым Но твоя лица не будет голым Да, как мне Ты хороший Когда мы доели наши супы Без лишних вопросов Официанты начали наливать чай И принесли еще один местный деликатес Десерт Катмер Это такие хрустящие блинчики С фисташками и кремом И это, без всяких сомнений Самая вкусная сладость Которую я пробовал в Турции Затем Арджан повез нас на одну из самых крупных ковровых фабрик в мире И это все не кровати Это просто такие стопки ковров Стопки ковров везде Сейчас это темно-синее И тут говорят, что если перейти сюда То это будет светло-голубое такое Ты это видишь? То есть он светлее становится, да? И оно же становится светлым Ага А проходит сюда, оно темнее Это типа, ну, свет так отражается Ну, это потому что ворсинки в одну сторону смотрят, получается, да Наш хост поставляет какие-то химикаты для изготовления ковров И поэтому попросил нас пререкламировать его бизнес Так что если вам кроме как фисташек и бараньих супов в Газентепе Захочется наладить поставки химикатов Смело обращайтесь к Арджану Смело обращайтесь Похожите Во-н-за сайта И-профиль Ни разом не люблю Я имею в виду, что там не есть Я не люблю Потому что мы по-н-за Мерсин Ваши 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 Это очень консервантный город, но в семье есть правильные правила. Вы можете выходить на ночное время, как в Истанбул. И, конечно, сейчас много Сирийских военнослужений. Может быть, я не люблю. Я люблю, но в городе слишком много. Это очень громко. Как вы говорите, они не уничтожены. Нет. Да. Да, в бизнесе они уничтожены. Но в бизнесе они очень хорошие отношения. Они уничтожены. Они уничтожены. Они уничтожены. Но также уничтожены. Но, да, в основном мороз. И в ночное время нет ночной жизни здесь, например. Только ночной жизни у нас есть что-то есть. Как кюнефе, баклава. Да, семьи и друзья тоже. Мечтоженое. Это наша лучшая социальная активность здесь. Мы, как туристы, ни с одной из этих проблем не столкнулись. Вообще, за неделю пребывания в Газентепе мы в каком-то смысле полюбили этот город. Теплое дружелюбие местных, старинная архитектура, уютные улочки и, конечно же, невероятно вкусная и очень дешевая еда. Именно таким запомнился нам Газентеп. Один из древнейших городов мира.